Перед нами текстовая задача, и для того, чтобы ее решить, ее нужно сначала внимательно прочитать. Давайте, во-первых, поймем, какие величины у нас используются в этой задаче, и запишем их в первый столбик. Наши задачи — это скорость, время и пройденный путь. Заметим, что скорость у нас измеряется всюду в километрах в час. Время — в часах, а путь — в километрах, соответственно. Давайте вспомним формулу, которая связывает все эти три величины. Это наша любимая формула. Расстояние равно скорость умноженной на время. Ее мы здесь и будем использовать. Так, дальше нам нужно еще понять, какие у нас здесь ситуации есть. У нас, во-первых, велосипедист едет из пункта А в пункт Б, а во-вторых, автомобилист. Итак, шапки таблиц у нас заполнены. Теперь давайте заполним саму таблицу целиком. Для этого будем читать условия задачи по частям. Во-первых, у нас сказано, что из пункта А в пункт Б едут и велосипедист, и автомобилист, и они в итоге проезжают все это расстояние, и расстояние это равно 60. Поэтому можно сюда записать, что путь, пройденный как велосипедистом, равен 60, так и автомобилистом. Хорошо. Теперь у нас есть еще некоторые соотношения. А именно известно, что в час автомобилист проезжает на 50 км больше. Это означает в точности, что его скорость автомобилиста больше. Давайте это отметим. И здесь подпишем, насколько больше. На 50 км в час. Хорошо. Дальше нам сказано. Известно, что велосипедист прибыл в пункт Б на 5 часов позже. Это означает, что времени он потратил на 5 часов больше. Пишем. Времени велосипедист больше. На сколько? На 5 часов. Все. Больше у нас никаких данных здесь нет. И для того, чтобы продолжить решение, нам необходимо ввести переменную. Как правило, бывает удобно обозначить за x именно то, что нас спрашивают. В данной задаче нас спрашивают скорость велосипедиста. Вот, давайте ее за x и обозначим. Значит, здесь будет x. Хорошо. Тогда мы можем продолжить заполнять таблицу с использованием наших условий. А именно, у нас написано, что скорость автомобилиста больше на 50 км в час, чем x. На 50 больше, чем x, это x плюс 50. Так, теперь что со временем сделать? У нас ни здесь, ни здесь, ничего нет. Но тут нам на помощь приходит формула. Если у нас s равно v умножить на t, то время t, это s, деленное на v. Значит, мы можем записать здесь s, деленное на v, то есть 60, деленное на x плюс 50. А здесь 60, деленное на x. Все, у нас вся таблица заполнена. Замечательно. Теперь, как составить уравнение? Давайте посмотрим, какие условия мы использовали, а какие еще нет. Вот это условие мы использовали, когда заполняли первую строку. А второе условие мы не использовали. Вот по нему мы и будем составлять уравнение. У нас написано, что время, которое затратил велосипедист, больше вот этого времени на 5 часов. Тогда как это записать алгебраически? Это означает, что надо из большего вычесть меньше и получить 5. То есть... Вот мы и получили уравнение. Следующим шагом надо его решить. Решив это уравнение, мы получим 2 корня. Ага, как же нам из них выбрать? Ну, здесь все совсем просто. Ясно, что... Да, нужно вспомнить, что мы обозначали за x. За x мы обозначали скорость велосипедиста. Скорость никак не может быть отрицательной величиной. Поэтому второе решение нам не подходит. Это посторонний корень в данной задаче. Значит, у нас остается только первое решение. Получается, x равно 10. Давайте подумаем, насколько правдоподобный этот ответ. Да, скорость велосипедиста 10 км в час — это вполне разумный ответ. Значит, скорее всего, мы не ошиблись. И задача решена. Ответ 10. 10. Продолжение следует...